приступаем ребята мы обедать первый обед сегодня не соблюдаю пост ну потому что пока я тут с пирогом крутилась вертелась дима завтрак уже по тарелочкам разложил и у меня здесь 100 грамм творога 1 столовая ложка 15 процентной сметаны и один бананчик на 96 грамм чашечка цикория сейчас налью еще не молоко без сахара ауди мы конечно же творог со сметанкой сахаром чаек и домашний хлебушек с семечками время 1208 пока мы ребята занимались делами с димой уборкой позвонил димин начальник и сказал что на работу тебя дима допустить не могу потому что у тебя не пройден медосмотр а медосмотр назначен только на 14 декабря так что до 14 числа дима еще целую неделю сидит дома завтра сказали приехать с утра в контору на подписание приказов посмотрим что там будут за приказы в общем надо будет пройти медкомиссию надо будет пройти т.б. вот такие вот дела дима расстроился конечно думал уже деньги пойдет зарабатывать но не тут то было сегодня ребятушки буду готовить белые грибочки лучок с морковочкой у меня тут уже томятся добавила томатной пасты перри жарится а потом уже добавлю все специи и грибочки грибы уже у нас от пар от варен и поэтому приготовятся очень быстро овощи готовы отправила грибочки сольки адыгейской добавила прованские травы сладкую паприку молотый черный перец чуть-чуть чесночка аджики маленечко мелисунели приправы хорошенечко смешаем и пусть наши грибочки здесь доготавливаются впитают аромат приправ и будет очень-очень вкусно тестушка ребята у меня хорошо поднялось дима попросил приготовить ему сосиски в тесте говорит давным давно не ел ничего вредного стол припылила мукой и сейчас начну быстренько готовить нарезала тесто на 16 частей и теперь скручиваю колобочки сосиски дима купил великолужского мясокомбината по госту молочные конечно какие по качеству ничего не могу сказать мой сосисок не ели очень много лет но вот захотелось мужу отказать не могу клубочки скатали теперь будем потихонечку скалочкой раскатывать и заворачивать сосисочку все пирожки на противне сейчас поднимутся и поедут выпекаться в духовочку духовка разогревается на 200 градусов вверх-вниз булочки я смажу молочком духовка уже разогрела сейчас смажу и буду отправлять булочки пекутся сосиски в тесте готовы выпекались ровно 25 минут в духовке при 200 градусов вверх-вниз приятного всем чаепития ребятушки на ужин сегодня у нас будет салатик болгарский перец пекинская капуста и помидорки отварила картошечку в мундире одну штучку почистила нарезала 115 грамм грибочки с овощами 202 грамма вот такой будет ужин плюс еще салатик приятного всем аппетита доброе доброе раннее утро девчонки тошка тут со мной до пухлячок скажи здравствуйте девочки здравствуйте всем мальчики гуляет я с вами немножко поговорю утро ранее стали мы сегодня стимой 6 утра понедельник какие у нас новости в пятницу рано 8 утра диму пригласили на работу подъехать я вам сказала в прошлом видео что до работы его не допустили начальство посчитала так что раз он был долго на больничном то нужно пройти в начале медосмотр и и чтобы врачи дали заключение что он может работать отстранили от работы до 15 декабря но пошли на встречу вначале дали номерок вот только на 4 с 14 числа проходить медосмотр но там врачей очень очень много огромный перечень дима когда приехал в поликлинику ему врачи сами говорят вам дали такой список как будто бы вы вновь устраиваетесь на работу всех всех врачей и глазного и слух и узи брюшной полости мочу кровь и и вот самое долгое ожидание это крови сейчас у нас какой-то новый способ вот кровь делать в лаборатории теперь у нас тут не делают отправляют в инбитро поэтому сказали что даже если вы в понедельник сдадите то не вера нет стопроцентной гарант гарантии что кровь будет готова к четвергу ну вот посмотрим сегодня вот дима с раннего утра поехал кровь сдавать и на 903 у него какой-то я не знаю что это такое не и кг а и г и там еще спирометрия аудиометрия много-много всякого вот такого вот в общем бегает проходит сразу с пятницы вот он сразу с организации когда ему все эти бумаги выдали начальник по труду сказала вы можете попробовать сегодняшнего дня вот он в пятницу сразу уже сколько-то врачей прошел психиатра прошел нарколога прошел вот хирурга прошел сейчас бегает по остальным вот ну и я конечно же вот прошла в субботу маммографию я хотела чтобы доктор которая делала маммографию мне сразу сказала что там она видит но она сказала я вам ничем помочь к сожалению не могу потому что когда доктора онкологи просматривают ваши снимки у них на компьютере стоит программа где они в многократном размере увеличивают вот грудь и смотрят все образование поэтому она год вам позвонят если что но и по ее настоянию как бы но я и сама думала но вот доктор сказала желательно бы сдать узи конечно я почитала в комментариях что можете ли она и не сдавать что если маммография сделана качественной на маммографии будет все видно но как то вот для собственного успокоения хотела я сделать но дело в том что даже платно номерков нет самый ближайший номерок на среду на 13 7 50 я конечно забронировала этот номерок сегодня с утра вот я позвонила но не знаю есть у нас еще вот санис я тоже им написала открылся какой-то какая-то новая клиника они приглашают специалистов из санкт-петербурга приезжают к нам на два дня в основном это выход выходные суббота-воскресенье доктора приезжают ведут прием и уезжают снова и также они берут все виды анализов у них конечно гораздо дороже я вот посмотрела узи брюшной полости 4000 узи щитовидки 1650 узи молочных грудей 1650 на общем цены вот такие вот там немаленькие ттг вот мне надо сдать ттг 590 рублей но у них входит ттг 590 рублей сам анализ плюс 220 по моему рублей до 220 рублей забор крови но получается вот анализ 810 рублей дороговато все там пишут что хорошее обслуживание очень добрый очень приветливые но цены кусаются поэтому вот ттг пока подожду хотя вот надо бы мне уже пройти ттг и узи уже много времени я без препарата и надо проконтролировать потому что на узи у меня стоит вот этот вот тирец 3 пограничное состояние между доброкачественной и злокачественной вот этот узелок мой пора бы пройти но сейчас вот с грудью разберусь потом уже займусь щитовидкой и вот я хотела вам прямо вставить очень многие пишут ли она ты там тратишь деньги ты проходи бесплатно вот это хорошо что вот на диспансеризации хоть что-то можно но в этом году диспансеризацию сократили прямо до самого самого минимума ни к одному узкому специалисту как вот было два года назад я проходила диспансеризацию в прошлом году не проходила два года назад я проходила мне даже назначили фгдс глазной ну хоть и бестолково но все равно там еще какие-то специалисты были а сейчас вообще ничего ни одного узкого специалиста все кровь даже мочу не назначили кровь кал и терапевт заключения и вот по-женски маммографии смотровой все больше вообще ничего и вот я вам ставлю записи с нашей кастомукшинской группы пишут люди вы знаете вот вы говорите жалуйтесь министерство жалуетесь там еще куда-то люди жалуются без конца карелия стоит на самом наверное последнем месте мне кажется по медицине у нас специалисты вообще не задерживаются в карелии очень низкие заработные платы и все отсюда бегут если кто-то по контракту приезжает вот устраивается в больницу им же нужно три года отработать отрабатывают и сразу же уезжают все конечно же сейчас ищут место где зарплаты побольше у нас зарплаты минимальные я уже говорила что как-то у нас даже хирург писал статью вот прямо крик души вот он говорит я хирург с высшим образованием я учился там семь лет или сколько там они учатся до вначале как он там бакалавриат потом там ординатура там еще что-то в общем учатся 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 врачи и зарплата у него 40 тысяч он год я считаю это неприемлемо усанит у медсестры зарплата 35 у хирурга 40 уборщицы 30 но там у санитар очки да вот такой разброс в зарплатах и вот сейчас опять у нас эта тема самая горячая вообще в костамукши потому что мы живем в удаленности в огромной да вот чтобы куда-то доехать в тот же петрозаводск это надо 500 километров промчаться чтобы попасть к доктору и вот сейчас люди опять пишут вы представляете до чего вот дошло у нас нет специалистов нет лора с детками маленькими ездят в петрозаводск сейчас эндокринолог осталась одна и я не знаю то ли вышел приказ то ли что сейчас эндокринолог принимает только диабетиков остальным как быть вот как мне бесплатно сдать ттг раньше была такая система я подхожу в любое время когда нет приема в кабинете сидит медсестра и медсестра выписывает рецепт ну или рецепт или направление на анализы по показаниям вот у меня есть до выписка у меня прямо написано через там шесть месяцев сдать ттг и сдать узи для контроля но сейчас эти функции с медсестры сняли медсестра не имеет права не выписывать анализы не рецепты тоже огромная проблема но и доктор теперь не принимает вот как быть только платно получается у нас бесплатная медицина это формальность вот как будто бы она есть но ее в то же время и нет потому что вот сейчас узи мне придется щитовидки делать платно узи 100 знает так интересно бесплатного узи у нас кет специалиста нет оплатно есть вот я сегодня звонила да есть васильева мне сказали есть петухова но вот петухову хвалят петухова давно работает но видимо она теперь только на платной основе работает или при больнице еще дополнительно и kinetic это будет какая-то вот как мы без запросов у меня есть устарая которая программа это не нужна... вот так мы сейчас думаем по методам гонок посям гонок разумного узи с Вот так вот, ребятушки Так что сложно Сейчас я тошеньки открою Окошко еще, конечно, темно-темно Но он на машинке любит смотреть Пусть смотрит Темнота, но сегодня мороз поменьше Сегодня вот минус 18, по-моему, градусов Как-то так вот В общем, говорят, что еще будут повышения Ну, конечно же, будет повышение температуры А на следующей неделе вообще как будто до нуля градусов Так что посмотрим С ума сходит погодка Вот рассказала вам все новости, ребята Так что пока порадовать нечем На УЗИ не попало УЗИ только будет в среду Все, как только будут дальше новости расскажу Пока, ребятушки, с вами здесь разговаривала С Аниса С этой платной клиники Новой Питерской Пришел ответ мне Написали, что у них Ближайшее время Аж на 23 декабря На 12.40 или 45 Я сказала спасибо большое Но для меня это слишком уже поздно Так что Пойду я в свою родную городскую поликлинику К УЗИСТУ ПЕТРОВАЙ 13 числа в 7.50 Все, сегодня в 12.40 я бегу на флюшку Ну и завтра иду на заключение к терапевту на 9.40 Но еще вот УЗИ у меня готово не будет Все, открыла уже полностью занавесочки Начала расцветать Чуть-чуть, хотя время 20 минут 11 А так темно Дима пришел с поликлиники Он прошел ЭЭГ Сдал кровь, сдал мочу В общем осталось ему пройти Три Троих докторов Но их только завтра А сегодня ему еще надо к инфекционисту Чтобы та дала направление на сдачу крови на антитела Чтобы медсестра знала Можно ли Диме сделать прививку от кори и от гепатита B Так что вот еще сегодня пойдет снова в поликлинику Но это будет где-то в 14 там с чем-то Все, мои хорошие Всех вас люблю Всех целую Всех обнимаю Всем желаю крепкого-крепкого здоровья Берегите Цените Любите друг друга Не обижайте никого От меня вам Теплое-теплое сердечко Огромное вам спасибо за то, что вы есть Мне очень-очень приятно Подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки Пишите комментарии Ваши лайки и комментарии Поднимают мой канал повыше Просмотры добавляются И за это вам большое-большое спасибо Всем пока-пока А мы с вами обязательно увидимся Вот такие пушистые сосны стоят Снега за ночь выпала Зимушка-зима В мультиварке приготовила Супчик гороховый С курицей, ребята Сегодня с курицей Давно супчик не готовила Дима сейчас только что пришел С поликлиники Он заодно и пообедает Тестушка поставила на хлебушек Или на булочку какую-нибудь И здесь у меня гречка Запаривается На ужин На ужин замариновала мясо Гречка уже готова И мясо приготовится непосредственно Перед ужином в духовке буду запекать На обед у меня сегодня будет супчик гороховый С кусочком курочки Всем приятного аппетита И один хлебец ржаной Щедрый 13 грамм он весит